Доброе утро все! А у нас сегодня был дождик целый наверное не знаю но в 5 часов я просыпалась дождик лил, прям млил как из ведра сейчас прохладно, 14 градусов всего ну выглянулось ой как пахнет вкусно, хорошо свежестью вообще суперски пахнет видите, окна сырые ну да, дожди перед этой и на этой ого, снег даже выпал, смотрите сейчас вам покажу сейчас, видите, офигеть у нас там редко снег выпадает зима опять пришла хотя вчера по новостям видела, что будет весна жаркая, не знаю у нас весна началась, кстати, 21 числа вчера в Испании всегда начинается весна 21 числа вернее все зима, осень, весна начинается 20-21 число то есть не как это сказать-то лето начнется январь, февраль, март, апрель, май июль, июля ну в общем вы поняли у всех 1 сентября осень начинается у нас 21-го, вот так как-то пошла я завтракать и позанимаюсь, наверное а что еще делать буду делать крабовый салат на сегодня все достала только у меня хотела делать с капустой что-то у меня ее совсем немножечко ну сколько есть палочек побольше добавлю яйца сварила уже в общем, да поехали, как говорится, резать вот такая вкусняшка получилось мммм на обед муж, естественно, это не будет ну может быть и попробует я ему сделаю обычный салат ну там здесь салат, но все ну как обычный добавлю крабовые палочки немного яйцо вот и все будет и мясо пожарю а я опять щи а куда деваться доедать надо так, что мне нужно что мне делать во-первых, время посмотреть время уже пора есть время пора вставать но так тянет еще поспать кстати, я на этом карантине ни хрена не высыпаюсь дело в том что так как думаю, что у тебя весь день можно поспать а днем я спать не люблю ну я думаю полягу, посплю ложусь я в 12 как всегда у меня карантин ой, карантин уже с этим карантином уже крыша едет режим у меня я ложусь всегда в 12 вот и потом начинаю гонять мысли а мои мысли мои скакуны да, они у меня скачут скачут и в общем она уже мытая лечуга салат уже мытый вот гоняю, гоняю часиков до трех мысли могу в интернет залезть у меня же потом целый день для спанья в общем, вот так вот а просыпаюсь в 7 скоро у нас время сменят скорее бы уже потому что утром очень светло и меня начинает будить Чарли ему надо что-то делать надо меня целовать и в общем ложусь в 3 встаю в 7 зашибись карантин да выспимся и хожу уже сегодня знаете, прям чувствую что нужно поспать может быть этим я и займусь сегодня но не хотелось бы потому что не люблю тратить время нас по нему днем ночью, да а днем потому что потом проснешься голова вообще деревянная в общем да, вот так вот кто-то спит в карантин вы у вас тоже так же или как? у меня вот так вот так ох соловей мой как поет обожаю крабовые палочки это очень вкусно крабовые палочки еще бы они не были вкусными так 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 ладно, буду резать буду бить все равно тебе водить потом включусь смотрите какой обед у мужа блин, я прям обзавидовалась я забавила кукурузу в салат у меня осталось я кусочек масла на сковородку кинула и обжарила эту кукурузу она нереально вкусная сейчас у нее попробую чуть-чуть солью пробуйте, это очень вкусно а может вы так уже и делаете салат мясо заправит он сам на свой вкус он любит очень много уксуса а я нет у меня щи и салат у меня все банально смотрите какая красота сейчас прям чехол вот что такое прям ливень был в 5 часов классный везде снег нападал сейчас конечно не видно там тучи но потом может быть уйдут и увидим кстати телек у нас совсем сломался вообще вчера не включался уже трындец ему пришел вот муж повернул его вроде бы отремонтировать но нечем нет этих всяких инструментов поэтому будет стоять принесли с другой комнаты он поменьше конечно вот так что вот так я телек почти не смотрю я все время либо интернет либо вот сейчас сериал турецкий смотрю как он называется дочь посла вот интересный сериал советую посмотреть вот а вы как проводите свой досуг кстати надо сегодня погладить или что-нибудь поделать придумаем друзья я все-таки сделала себе сонный день поспала слышите это у нас Чарли разговаривает Чарли кстати он спал со мной ой да вот так вот мы зеваем и вот так вот мы потярушечки в общем что я хотела сказать лежала думаю сейчас я пойду на крышу дома мы его заниматься спортом а у нас дождь пошел так что спортом я не пойду заниматься гулять тоже не пойду с Чарли но может быть потом мусор вынести на крышу хотя сейчас могу включу видео зубы здесь знаете начинает муж потом прикалываться надо мной смеяться надо мной и мне как-то неудобно с ним заниматься потому что они ржут надо мной с Чарли смеются и мне как-то уже неудобно заниматься молиться 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 так я рачути да я рачути меня ай 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 побежал в общем так сейчас наверное достану фотки старые и буду смотреть вы со мной хотите посмотреть фотки мои и про школу вам свою расскажу может быть у вас тоже такое было сейчас забацаем чаек и будем рассматривать фотки я тут устроилась за окном дождь шторы надо поменять блин вчера была на работе надо у меня там лестница классная надо мне ее было привезти чтобы снять эти и постирать шторы здесь есть лестница но она огромная ну ничего может быть на следующей неделе еще разочек съезжу на работу посмотрю что и как потому что знаете я вчера только проговорила про то что там вдруг что грабят и по телевизору начали передавать что ходят вот эти вот вандалы и вандалы нет грабители и вот грабят начали грабить ожидаемо потому что знают что никого нету и спокойно можно зайти залезть и делать что им нравится в общем достала коробочку с фотками сейчас покажу у меня тут какие-то диски лежат и вот вспомните такие фотки были ну как это кадры из них фотки делать я не знаю сейчас где делают но вот хранятся хранятся и куча разных фотографий я вот сейчас буду смотреть вспоминать свою молодость вам рассказывать и и и вот так это я маленькая классная такая вообще мне тут три с половиной года где мои губы вот в общем друзья я знаете как училась в школе я вам сейчас про школу свою расскажу я училась в городе в школе был тогда нулевой класс я не знаю сейчас есть он нету пошла я в нулевой класс вот и как раз случилась трагедия с моими родителями когда я была в нулевом классе это было 6 чем-то лет там женщина кстати набирает воду дождевую а зачем хоть чем-то я пошла я пошла в школу в городе Уварово произошла эта трагедия мой брат поехал жить нас осталось воспитывать бабушка с дедушкой по маминой линии но так как я ходила в школу я жила этот год с тетей потом меня перевели в деревню и я опять пошла когда нулевой класс учится сразу переходили во второй класс а я опять в первый класс пошла потому что в деревне не было нулевого класса в общем я училась два раза в первом классе считать нулевой и первой они там одинаковые были но самое интересное не это самое интересное что деревня все-таки у нас во всей школе было 50 человек представляете в моем классе было всего 3 человека я и 2 пацана мы так здорово учились вообще так классно вообще такая школа была дружная представляете я вот потом узнавала что в одном классе есть 50 учеников а у нас во всей школе было 50 вот у нас даже был класс где учился один человек вот настоящая деревенская школа но если вы думаете что в деревне участь в деревне это плохое образование вы глубоко в этом ушибаетесь вот знаете некоторые там начнут вот деревня типа колхоз и что из этого я выросла в деревне но я не считаю себя деревней в том понимании в котором тебя хотят оскорбить потому что деревня колхоз может быть и у интеллигентного а супергородского человека это внутреннее состояние как говорится это какой-то человек либо ты говно либо ты нормальный человек вот а почему про образование наши учителя они же не такие они же те же самые учителя как и в городе они постоянно у нас учились на повышение квалификации они постоянно у нас куда-то ездили на какие-то конкурсы поэтому они были они занимали какие-то места причем областные они по деревне не по деревне вот и самое интересное знаете что у нас-то всегда в школе было три варианта правильно три то есть класс 50 человек и три варианта как обычно давалось парта два человека вариант первый вариант второй вот так вот да и вариант третий почему говорю так откуда же я знаю ну я же потом училась еще и на бухгалтера правильно я об этом и знаю списывать-то можно вот так вот у соседнего да а у нас было три варианта и три человека у кого списывать не у кого абсолютно потом представляете как мы учились вызывали к доске нас каждый божий день то есть не там вот там читала я там потом в детстве тоже как-то сидеть и трястись а вдруг меня не спросят а вдруг меня спросят спросят больше некого было спрашивать вот так и учились кстати в школе я очень хорошо училась ну как я не была отличной я вообще везде хорошо училась и в техникуме училась хорошо в колледже и в школе хорошо везде я не была на передовых рядах но я не была троечницей скажем так поэтому оценки у меня были четверки четверки там русские литературы пятерка сейчас русским беда ну ладно не важно вот такая вот школа смотрите это я пацанка такая вот у меня есть подруга с детского класса мы с ней все дружим это кто я или брат это брат здесь просто я и в лагере была смотрите это мы брат и я такая лапочка ой смотрите какая я лялечка классная так что вот так вот сейчас я просто хочу найти вам свой класс в пионерском лагере я два раза была у нас лагеря были классные но я оттуда при первом же моем посещении там бабушки или еще я с ним уезжала домой то есть я там выдерживала буквально неделю и все вот смотрите какая я это я прикол пушечка такая бабушка уже раскормила меня пирожками и своими и всеми делами вот и пошла я в разнос о май год вы сейчас увидите я не знаю можно ли показывать всех но я вот так себя смотрите это я это по-моему даже выпускной класс вы представляете то есть я тут такой ребенок а вообще это что где моя талия где что есть посмотрите смотрите на меня мамочки где мои брови где что мое ой блин как вам такие фотки не знаю мне прикольно я просто еще хочу найти какую-нибудь фотку вот я была лисичка какие у нас классные костюмы были правда ой вот моя мама она у меня работала бухгалтером я вообще на нее абсолютно не похожа кстати я когда училась на бухгалтере сдавала практику в том же самом заведении в котором она работала и я когда пришла все меня там ну как узнали ну я сказала там кто я и что они все меня вспомнили показали где сидела мама все дела ля-ля-ля тополя в общем да вот так вот это тоже я тут еще ничего тут ребенок как ребенок обычный так что вот так вот так что в классе когда говорят типа ай деревенское обучение ой ну как мы там учились и физкультура на свежем воздухе а еще мне очень нравилось всегда быть с пацанами и я сама потому что я дружила только с пацанами нет у меня были подружки причем знаете не школьные подруги у меня в деревне были а подружки которые приезжали одна приезжая была из Саратова а вторая не помню откуда но потом она опять у нас в деревне осела вот а так чтобы у меня школьных подруг не было никогда я всегда дружила с мальчишками мы играли там в мяч блин у нас такое детство классно было во первых в деревне мы вот как выходили утром заходили днем вот нос постоянно облезал там это было вообще жесть а в школе я всегда защищалась за слабых и за маленьких мне всегда их было очень жалко а я имела авторитет в школе вот поэтому я не дралась никогда в жизни не дралась я вообще насилие физическое не перевариваю мне хочется спрятаться когда начинают такие вот моменты у меня начинает тахикардия вообще я могу в обморок убать но никогда не дралась я всегда словом и взглядом доказывала людям что так делать нельзя у меня у нас помню знаете были приезжие к нам в деревню приехали не помню откуда у меня было 3 человека как-то их не то что в школе ну не взлюбили что ли одну девочку или что ну как-то к ней относились я начала ее защищать взялась под свою опеку знаете я всегда защищала я вот помню такой момент что ее мама нам даже принесла испекла торт у меня бабушка никогда в жизни торты не пекла какие там не покупала не знаю у нас всегда были плюшки булки но никогда тортов не было и вот она нам принесла торт самодельная была обалденно вкусная я прям не ожидала я офигела вот именно за то что я защищала ее дочь я шла мимо нее в школе в школу я всегда ее ждала ну чтобы идти вместе и обратно идти вместе не знаю почему к ней цеплялись не так вот по-детски цеплялись и все вы знаете еще я в детстве на трудах у нас резала капусту вот смотрите видите у меня еще шрам остался вот таких моментов море в школе все они такие приятные воспоминания вообще в общем труд урок труда у нас в школе был естественно у нас были грядки пришкольные собственные грядки и вот помню мы там собирали капусту и вот так ее надо было обрисать и я хряпнула по пальцу короче и вот у меня кожа на пальце висела вот ну естественно мы побежали быстрее в медпункт он у нас рядом был и вы знаете когда меня перевязывали что там мои одноклассники мои мальчишки стояли за дверью один даже плакал им так жалко было меня что я вот там там кровище текло страсть и вот они стойко выдержали мне потом дали увольнить ну не увольнить я как это что я она могла на труд и на физкультуру не ходить палец-то вот так должен быть извиняюсь за это потому что такое место что гнуть его нельзя месяц наверное не ходил вот так вот представляете они ждали меня стойко за дверью и вот мы никогда не ругались никогда не дрались не списывали потому что нельзя было списывать было здорово представляете нельзя пошептаться потому что как шептаться учитель впереди тебя потому что я всегда сидела на первой партии Потому что негде было больше сидеть Вот такой вот у нас Посмотрите Ужас Кошмар Боже мой Видите, какая я рыжая, вьющаяся волос Где мои брови Ужас, что это такое на мне Боже мой Кошмар О, сколько тут всего Ух ты, смотрите, я даже не знала, что тут Людмила Викторовна Классная руководительница Наша учительница, какая она классная была Я только сейчас понимаю, что она была Совсем молоденькая Потому что она сейчас работает в школе Тоже заучим она у нас Это вообще, представляете Она совсем молодая-молодая была Блин, пипец, смотрите На все подписи Седьмой класс, вот, видите Дубровин, 96-й год Боже мой Роспись, октябрь Офигеть Это выпускной, что ли, был Ну, ни хрена себе Я и не знала Слушайте, вот это вот прям память-память У вас есть такие фотки? Посмотрите, прям Седьмой класс, слушайте А нет, Сушкова, Елена, Эльбеникова, Людмила Кулаков Ну, надо же О! 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 Ну, красота! Ой, не могу Ой, не могу Блин, как будто это не я вообще Такая вот У вас есть такие фотки? Вообще, трыльдец Ну, а здесь Это уже выпускной Не знаю, как вам показать Не выпускной Это уже Вот колледж Технику На бухгалтера я работаю Я здесь уже, видите Взяла себя в руки Похудела Здесь уже Тросточка стала Поэтому я говорю Я всю жизнь худею Я худею Я толстею Поэтому, когда мне начинают давать советы Мне просто смешно на ней На эти советы Честное слово Оксана, не ешь ягоды ночью Оксана, не ешь сахар Оксана Оксана худеет на 25 килограмм Если что, Оксана худеет То она худеет И прекрасно знаю, как это делать Ой, посмотрите Посмотрите То есть, вот И вот Разница, мне кажется, очевидна Чарли Мечико Ай Я уже вам тут наболтала Фоточки Если вам интересно Пишите в комментариях Ломится, ломится А, все Зашел Вот так он дверь открывает Ай 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 Ке Перебили меня Пришли тут все, понимаешь Шли Смотрите Это я с бабушкой Мы с бабушкой Брат и я В школу, видимо В общем, вот такое У нас было Шикарное детство Смотрите Это около дома Прям Кстати, знаете У меня Любовь к фотографиям К съемкам Еще с детства У меня Наверное Лет в 12 Подарили фотоаппарат Я очень сильно хотела И у меня было Фотоаппарат Мне подарила Мне вообще бабушка У нас исполняла Все наши хотелки У меня был магнитофон Захотела Магнитофон Купили магнитофон Захотела Фотик У меня был фотик И вот это вот я снимала Я всегда любила снимать Фоткать Это вот так В общем, классно Правда, не знаю, где эти фотки Есть много фото Которые я сама делала Но они, наверное, в другом Где-то альбоме В общем, интересно Так рассматривать Все эти Ну, это что такое Все эти фотки Фотки мужа С его семьей Так что Вот такие вот Фотографии Интересные Просто еще какие-нибудь Смотрите Какая я девочка была С бантиками Хорошая была пора Никаких тебе переживаний Никаких думок Никаких вирусов Сейчас пойду Спортом не буду заниматься Пойду ванну драить Хлорки мне привезли В дыхе ра вчера И я что-то подумала Говорю, пойду я это Тоже занятие Ведь спортом, да? Вот, фотки с вами Пересмотрела Пишите в комментариях Если вам понравились И сейчас Слили Смотрите Такие фотки Смотрите Ай, няшная такая Десять месяцев Ой, господи Аленка прям Это я Такая классная Вот бы себя понянчить Правда? Так что Вот такие дела Пошла я Драить Блин, а мне вот так нравится Лежишь так утром Вот что утром я встаю А уже очень светло И все Спать вроде бы как неохота А так прикольно Всегда мечтала Чтобы вот так Шторки висели И был вид Вот так Вот окно открыто Вот как у меня в зале В зале там нифига не видно А тут нет Тут Подглядывать будут Все, друзья Банна От Пидорина Так можно говорить А то забанят Даже дверь протерна Прикол У нас такой запах хлорки стоит Пипец Но зато все Продезинфицировано Все блестит Ммм Вот Надо еще шторку Постирать завтра Шторку Вот эту вот В общем, знаете Я ванну всегда мою В трусиках И в листиках Потому что я Вся обливаюсь А летом вообще Без всего Прям залазю Все Сначала все Ну, наверное, все так делают Сначала все эти средства Вот так все ульют Оставят на пару Синьку минуту И потом начинают Чуть-чуть А муж там Мыл кухню В общем, у нас сегодня Обоюдная такая работа Ой, прям странно Знаете, силы появились Такие, когда вот Просто недосып Вроде бы Как он особо Не сказывается на мне Но все равно Сказывается И появились силы Что буду ночью делать Не знаю Потому что процентов Не усну Сейчас почти время 8 Сейчас пойдем хлопать Опять на балкон Хотя у нас дождик льет Ну, как льет Идет дождь Вот И, ну На балкон Это же не на улицу Правильно Вот так вот Все выглянем И похлопаем Дружненько Погода Погода у нас Актуальна Для сегодняшнего Для сегодняшнего Как говорится Настроения Такая погода Какая Ситуация в стране Такая погода в стране В общем, трындец Если вам интересно Что у нас творится Про вирус Я вам все Почти ничего не говорила Пишите в комментариях Потому что Не хочу загружать Некоторых это бесит Хотя я не знаю почему Информация важная Не какая-то там Выдуманная Поэтому Такая вот у нас погодка Ладно Пойду чаю попью Мой ужин Это мы про телек говорим Как его будет он ремонтировать На данный момент Его невозможно Ремонтировать Потому что В магазин нельзя Купить детали В общем У нас ужин Вот такой Арбузный Вкусно пахнет Как Начинается А это сейчас У нас будет время Что нужно идти на балкон Похлопать Сейчас пойдем Похлопаем Это уже традиция Это уже не только В честь медиков Но и в честь Всех работников Которые Нас обслуживают Будем сказать так А вообще Люди дураки Если честно Сегодня Показывали по телеку Что полиция Не знаю Там такая Очередь Выстроилась Пробка Из-за того Что все люди Ринулись На пляж Представляете Пляж закрыт И мы сидим дома Которые тут Я уже с Чарли Не хожу гулять Если вы могли бы заметить Второй день Наверное Или третий Далеко То есть я выгуливаю Тут где-то Но уже далеко С ним не хожу А они все ринулись На пляж Каким образом Они могли бы туда ринуться И загорать Если они все закрыты То есть У нас тут Мало зараженных Но есть Они все зараженные С Мадрида Там у нас Самая точка В Мадриде И в Каталунии И они все То есть зараженные Ринулись заражать нас Ну это вообще Надо быть какими дураками И в общем Там их всех Поштрафовали От 300 до 1200 евро Вот А кто вообще Там знаете Такие были умные Что поехали Окольными путями Там им вообще Штраф запиндюрили Здоровый В общем Ситуация такая Что нужно сидеть дома А они такие Ох Мы на каникулах Поехали все на пляж Пляжи все закрыты Там полиция шмыгает Там вообще У нас очень много полиции Очень На каждом шагу Тебя просто останавливают И спрашивают Ты куда? Ты куда? Где живешь? Откуда идешь? Поэтому я не хожу Я не хожу уже никуда Вот с Чарли В парк Сходим И все А сегодня Если честно сказать Он ни разу не гулял Я сегодня вообще Ни разу не выходила Даже на крышу Во-первых Дождь сльет Во-вторых Я была уставшая В-третьих Да ну его нафиг Знаете Вот Береженого Бог бережет Так что будьте здоровы Живите богаты Мы прорвемся Все это закончится И будем вспоминать С улыбкой все И будем гордиться Нашими медиками И будем Внукам рассказывать О том Что мы такое пережили Это же офигеть можно Даже в голове Не укладывается Вот будьте серьезны Бдительны И не думайте Что это какой-то грипп И что это фигня Все намного серьезнее Поэтому Если вы не позаботитесь О вашем здоровье То никто о нем Не позаботится Медиков у нас У нас по крайней мере Просто нет Не хватает рук Не хватает ничего Ни масок Ничего не хватает Поэтому Сидим дома Всего самого наилучшего Встретимся с вами завтра И всем Пока-пока А я пошла В ладоши хлопать